Асуал Мабаев, чемпионной за файтинг чемпионши в весовой категории до 57 килограммов, не смог принять участие на Брейв FC. Харшаддаудбек не смог принять участие в своем дебютном поединке на ACA против Никиты Чистякова. Именно об этом сегодня поговорим. По какой причине? Это важно знать. Все, внимание на экран. 14 марта на UFC Вас ждет интригующая битва полусредневеса. Идущий на серии из восьми побед, Леон Рокки Эдвардс собирается сделать заявление, достойное титульного боя. Его соперник Билал Мухаммед на коротком уведомлении попробует оформить пятую победу подряд. Лучше не пропускай такой UFC Fight Night. 14 марта. Ну и конечно же поставить лайк. Этим самым вы очень поможете развитию нашего YouTube канала. Ну что ж, друзья, мы начинаем. Во-первых, вчера, 11 марта, Асуал Мабаев, чемпион Найза Fighting Championship в весовой категории до 57 килограммов, должен был стартовать на Брейв FC против крыгского файтера. Его зовут Раскулбек Ибраимов, но Асуал Мабаев сдал положительный тест на коронавирус и, конечно же, соответственно, по этой причине не смог принять участие вот именно на Брейв FC против Раскулбека Ибраимова. Это была весовая категория 57 килограммов. Сразу же, кстати говоря, вот именно по Асуал Мабаеву. Вы все прекрасно знаете, что Асушка у нас является, во-первых, с команды Дартим. Совсем недавно, получается, в январе месяце, если я не ошибаюсь, да, январь месяц, нет, в декабре, I'm sorry, Асуал завоевал пояс чемпиона, это вот в прошлом году, 2020-м. Там должен был с ним драться. Крыгский файтер, но что-то там пошло не то. В общем, соперник поменялся, буквально за несколько часов поменялся соперник. Против него начал драться, стал драться астанинский боец, это Тобе Топ Тим, Дархан Скаков. Ну и как положено, естественно, он особо сильно подготовиться к этому не смог. Ну и в этой ситуации, как настоящий чемпион Асуал Мабаев финишировал своего соперника, непосредственно Дархан Скакова уже в первом раунде, проведя очень замечательный сабмишн, удушение со спины. И вот теперь вот там после этого вышла информация о том, что Асуал будет драться еще и в Брейв. Вот честно вам скажу, мне кажется, я вот до конца не понял, он, получается, освободил пояс чемпиона, да, или как? Потому что, во-первых, я сомневаюсь, что Брейв FC разрешила бы Асу, если вот, допустим, он подписал договор с ними, выступать еще в каких-то лигах. Но вполне вероятно, может быть, даже и так. Но в любом случае, мне кажется, это, ну, я не знаю, насколько это, опять же, это мое субъективное мнение, но мне кажется, было бы хорошо, если бы Асу сначала защитил бы пояс непосредственно здесь, на NFC, а потом бы его уже, допустим, если захотел, освободил, оставил бы его вакантном и перешел бы в другую лигу. Мне кажется, так было бы и справедливо, и правильно. Но эта команда, Дартим, им виднее. Сразу же, кстати говоря, по Дартим, друзья, вы наверняка уже обратили внимание, что вот три месяца подряд, да, вот Дартим проводит турниры здесь, в Алматы, три месяца подряд разыгрываются пояса, и все три пояса завоевали бойцы из команды Дартим. Ну, во-первых, первым это у нас был Фаниль Рафиков, потом, а нет, Асу Алмабаев, извиняюсь, потом Фаниль Рафиков. И вот совсем недавно им стал чемпионом в шест-один и два стал у нас Жуман Жумабеков. По всем этим бойцам могу сказать только одно, они преобразились, друзья, преобразились в новой команде. Раньше они так не блистали, раньше у них уверенности такой не было абсолютно, это прям 100%, я в этом уверен. И это, конечно же, радует, это, конечно же, говорит о том, что вот симбиоз, да, вот слияние команд, ну, слияние, не знаю, но вот симбиоз там, допустим, да, совместная работа Дартим и NFC пошло на пользу, это во-первых. Во-вторых, сразу же виден менеджмент непосредственно самой команды Дартим. Ребята получили очень много уверенности и хорошо развиваются, и, соответственно, вполне заслуженно. Без каких-либо нареканий они завоевали вот три пояса. То есть, и еще, кстати говоря, 9 апреля, да, уже объявили следующий турнир NFC 30, в котором будет разыгрываться пояс также в 73, да, если не ошибаюсь, боюсь ошибиться. Блин, господи. В общем, будет у нас Николай Самусев драться против крыганского файтера. И это будет, друзья, очень серьезный поединок, и я прямо очень жду этой схватки. То есть, мы этого турнира ждем и ожидаем. Следующая новость, печальная также новость по у нас Каршхада Утбеку. Вчера объявили, что он не сможет выступить на турнире ACA 119 против Никиты Чистякова по причине того, что он уже не может дальше сгонять вес. У него там возникли проблемы с почками. И врачи посоветовали, рекомендовали ему настоятельно прекратить сгонять вес. Ну, вот, в общем, вот так вот все и получилось. К сожалению, тоже наш Каршхада Утбек не сможет дебютировать. Вот сегодня должен был состояться ACA 119, он не сможет на этом турнире дебютировать. Хотя, честно вам скажу, как мне казалось, что вот именно была бы очень интересная заруба непосредственно Каршхада Утбека и Никиты Чистякова. Вот такая вот информация, не совсем приятная, но мы в любом случае будем за всем этим следить. Это во-первых. Во-вторых, 18 марта также на Брейве. 18, если не ошибаюсь, Максум, наш боец, также будет участвовать на Брейве FC. И, по-моему, тоже 18 числа будет участвовать еще Кольшбек Даньяр тоже будет участвовать, по-моему. Но это уже Иглс FC. Будет он там драться против очень сильного бойца из Российской Федерации. Но по этим схваточкам мы еще сделаем отдельные выпуски, так что я более чем уверен, вам будет очень интересно. Так что на этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Альведарчи! 14 марта на UFC Вас ждет интригующая битва полусредневеса. Идущий на серии из восьми побед, Леон Рокки Эдвардс собирается сделать заявление, достойное титульного боя. Его соперник Билал Мухаммед на коротком уведомлении попробует оформить пятую победу подряд. Лучше не пропускай такой UFC Fight Night. 14 марта Субтитры создавал DimaTorzok